МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комбайны массово выходят в поле. До уборочной долучается все больше районов. Сегодня эстафету примала Мазирщина. Тут пройшли областные зажинки. На какие ураджай все лето различуют аграрии, отказ шукал Миколай Зайцев. Виктор Капчук у АПК працует АМАЛЬ 35 годов, 20 из которых присвятил экспериментальной базе Криничная. Без комбайна и поля свое життя мужчина уже не уявляет. Виктор признается, все лето довелося сутыкнуться с засухой. Однако тем, что ураджай отримается добрым, сумнево у нема. Болитерально от святания до захода на полях працуют профессионалы. Заготавливаем корма, зерно, семена кукурузы. Работа нормальная. Планируем, не знаю, центнеров 30-35 должно выйти на круг. Но опять же, все зависит от погодных условий. У экспериментальной базе Криничная уборка почалась за зимого ячменю гатунку бусли к белорусской селекции. За одного гектара сбирают коля 30 центнеров. В этом году посеяли 150 гектаров, что в три раза больше, чем у минулым. Заниматься семенами – это работа очень кропотливая. Здесь нельзя допустить смешивание семян. Поэтому мы, в отличие от других хозяев, не можем убирать массовым количеством комбайнов. На уборочной тут зараз заденится на 12 комбайнов. Каб не допустить смешивания сортов, працуют литерально в стерильных умовах. Кожны на своим поле, не глядяши на надворье. Перед переходом на уборку наступной культуры машину опрацовывают промысловым пылососом. Если один комбайн должен убирать ячмень, допустим, элиту, он уже не может переезжать на другое поле. Если прошел дождь, значит, ему все равно неизбежно надо стоять и ждать, пока погодные условия улучшатся. После каждой партии или поля уборки семян идея зачистки комбайнов. Все лето Гомельской области треба убрать больше, как 300 тысяч гектаров азимых и яровых сборжевых, а так само больше за 30 тысяч гектаров рапсу со свирепицей. Важно не стратить ни водного зернятка, подкреслив старшиня Гомельского обл. Иван Крупко. Миклайзайцев Сергей Лукашук. Телли радует компания «Гомель». День семьи, каханья и верности сегодня отзначают у Беларуси. Православный свет, что год 8 липеня узгадывая святых Пятра и Феоронию. Яны личатся заступниками семейного очагу. У гэты день у храмах проходят богослужения, а у ЗАГСах чарга, ожидающих заключить шлюб. Як прожить долго и счастливо? Некольки гомельских пар поделилися своим особистым секретом счастья. Подробязности у сюжете Ирины Драбышевской. Атмосфера свята на гомельских улицах с самой ранницы. В этом году в першине «Гонор святых Пятра и Феоронии» организовали хрестный ход. Верники прошли пешую шляху нескольких километров от храма Александра Невского до храма Пятра и Феоронии, ведомых муромских святых, заступников семьи и шлюбу. В этом году участвуют практически все приходы города Гомеля. Прихожане собрались для того, чтобы принять участие в этом святом деле. Ну и, конечно же, сам по себе крестный ход, который будет освещать улицы и этот путь к храму святых благоверных Петра и Феоронии, будет свидетельством, добрым свидетельством и приглашением всех людей поучаствовать в этом святом празднике. Утим, что святые с оправдой допомогают, семья поповых не сомневается. Их семейная история почалась аминавита при допомозе Петра и Феоронии, запевнивая женщина. Они помогли нам создать семью по их святых молитвам. У нас двое детей уже, и мы им очень благодарны. И просто я пришла выразить благодарность свою этим святым. Желаю всем людям обрести мир, согласие в семье, веру истинную, любовь настоящая. Прожить долго и счастливо, и померьте ее один день. Самое популярное пожадание для семейных пар. Прихожая легенда об закаханных Петры и Феоронии стала символом чистых и щирых человеческих почутцев и прикладом для тех, кто вырешал дать клятву быть разом в бяте и в радости. А у кинотеатра имя Калинина напереда дни провели традиционное ушановление самых мощных семейных пар. У этом году их 11. Критерии отбора – прожить разом не меньше за 400 года. И не просто прожить, а счастливо. Семейная пара Балсуновских ведет. Учим тот секрет. Главное не думать о себе. В любви это главное не думать о себе, а думать. Вот пусть она думает обо мне, а я о ней думать буду. Разом они уже больше за 50 год. Кажут про суместную працу и досягнение. Будучи уже на пенсии, вырешили створить помняк белорусским фронтовикам, причем на властное сбережение. Про их навод за это не как написали в газете. А в остальном на кшталт – все, как у всех. Только ось сила звычки. А еще теплыня в очах выдают секрет семейного счастья. Вот ваш секрет вашего семейного счастья. Я смотрю, вот муж все время вас за вычку держит. Мне так приятно, что смотрите. Как все-таки? А это привычка. И вот уже, слава Богу, 52 года всего лишь. Ну что-то это кажется, мы еще и не жили. Устоливость любой державы начинается с моцной семьи, выполненные организаторы свята. Самым верным и кахающим парам подрихтовали традиционные букеты рамонков. А еще сувенирные медали и грамоты. Я шеп, есть за что. Шлюб – это же праца, заполнила семья Гончаровых. За 40 годов семейное життя, кажет женщина, пришлось и пройти празд многое. И не глядяши на это, они все-таки разом. Вось минулой весной отзначали Рубиновый юбилей. Прежде всего это труд. Труд нет. Наверное, любовь, которая нас связала. Он, потому что, как увидел меня, он не давал проходу, скажем так. Он старался, он приезжал. Сюрпризы, все это самое, чтобы только я обратила внимание. Кто-то скажет, что у семьи важная суместная праца над односинами, кто-то обваженности, разумения и поваги. Но все же наиважнейшее – заполнивать гомельские пары, это кахание. Без его усяго вышеисказанного не отрималось. Ирина Драбышевская, Сергей Калацей, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомель». У День незалежности у Гомельской области з'явилися на свет 14 хлопчиков и 8 девчонок. Гэта самый высокий показчик у параунанне с іншими регионами краины. Белая Русь по традиции повиншавала молодых матей и уручила им корыстные подарунки. У святочный день девять семей у региона стали шмадетными. Некоторые радость материнства отшули у першиню. В областном родильном доме, до речи третьего липеня, на свет з'явилися шесть немаулят. Четыре мальчика, две девочки. Что все детки хорошие, находятся с мамами. Мамы замечательно, довольны, счастливы, что родили здоровых деток. У Алены Колосовой и Вероники Загородной народилися хлопчики. Молодая мать и счастливая, что з'явление детей на свет с упалами на вид азважной для усей краины датой. Родился мальчик у нас, сережка, 3500, 58 сантиметров. Очень неожиданно, у меня 4 июля день рождения, и я хотела себе такой подарочек. Вот так совпало. Надеемся сделать все, чтобы он вырос достойным членом семьи, общества и был настоящим защитником, в первую очередь, для семьи, для своей страны. Это и так очень значимый праздник в нашей семье, а сейчас он стал еще более значимым. Это, конечно, огромное счастье и огромная ответственность передать патриотизм, любовь к родине. Недаром наш малыш выбрал именно эту дату. Павеншовать женщин с радостной падеей у их житти приехал помощник президента, инспектор по Гомельской области. Сергей Барташ пожадал им здоровья и добробыту, как дети росли и радовали своих батьков, а в будущем стали соправдными патриотами нашей краины. За их плячема тысячи километров и шмат позитивных эмоций. У Гомелесустрели у дельников проекта «Тягник памяти». Кончатковым пунктом подорожа для молодей стала российская столица. У Москве десятиклассники провели два дни. Масштабный проект на этот раз объеднал 200 школьников с Беларуси, России, Кыргызстана и Армении. Какие уражения от проекта отримали у дельники из Гомельской области, расскажем далее в сюжете. 18 дн школьники провели у подорожа по знаковых месяцах, связанных с Великой Отчинной войной. Головная мета проекта – захование исторической памяти. Я бы хотела спросить, что бы могли посоветовать участники поезда памяти следующим участникам? Я бы хотела спросить, ставили ли участники перед собой цель стать участником поезда памяти? Настрой Бадёры, не глядяши на стумленность от протяглой поездки у дельников проекта «Тягник памяти». Больше всего мне запомнилось это, наверное, парк «Патриот». Там был музей дорога памяти 1418 дней. То есть там ты проходишь реальные 1418 дней Великой Отечественной войны. И каждый день расписано, что там было, как это происходило. И ты как будто сам прожил эту войну. И ощущаешь те эмоции, ту боль, которую испытал наш народ. За час проекта школьники стали соправдными сябрами. Разом яны переодоляли больше за 9 тысяч километров и убачили 14 городов. Маленькое житё, якое яны сберегут у памяти надуга. Это было просто сногсшибательно. Я очень подружилась с ребятами из других стран, особенно с Арменией. Эмоций настолько много, что даже нельзя их передать словами. Мы две недели жили в поезде. И, честно говоря, я бы ещё раз повторила эти моменты. От Гумельщины у проекте приняли удел 12 десятиклассников. Поездка оказалась вельми крональной и душевной для кожных из их. Мы смогли побывать на Алых Прусах, что удаётся довольно не каждому. Также очень хорошо запомнилась Москва и Волгоград. Волгоград запомнился родина-мазь. Вот этот монумент, он просто великий, огромный. Когда на него смотришь, даже начинали ноги подкашиваться и кружилась голова. Этот проект даёт понять, насколько важна история, насколько важно побывать в каждом городе, прочувствовать каждые эмоции. Также даёт возможность познакомиться с новыми людьми и получить себе очень верных и хороших друзей. У дельники проекта не быта волонтёры памяти. Их першочерговая задача – захование истории. Светлана Главко, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гумель». Податковая инспекция Гумельской области по выниках леташней деянности признана лепшей Украине. Причим, другий год запор. На первые дни дня утворения податковых органов Украины у «Гумеля» ознагородили лепших супрацовников. Миновито податковое поступление формирует основу доходной частки бюджету. У Беларуси практически что год укореняются новации, накереванные на удосконаление податковой системы и спрощение процедур. У 2023 года бюджет региона формирует больше за 19 тысяч юридичных особ, коля 30 тысяч индивидуальных предпринимальников и амаль 776 тысяч физичных особ. Хочется поблагодарить работников налоговой службы Гумельского региона. Люди прикладывают максимальное усилие для того, чтобы качественно выполнять свою работу. Мы это видим. Поэтому мы сегодня хотели бы высказать им слово благодарность за тот труд тяжелый, который они выполняют. Перед податковой службой ставятся задачи, которые выращаются высококвалификованными работниками. За их корпотливую працу были уручены узнагороды. Это, безусловно, очень приятная награда, потому что оценка моего труда – это заслуга не только единоличная, моя, также заслуга нашего коллектива и в целом инспекции. В каждом деле это всегда приятно, то, что ты делаешь, и видишь плоды своего труда, и потом за это получаешь какую-то награду. Профессионализм работников податковых инспекций – основа державы. Их праца допомагает досягать поставленных металл и выращать тяжкие задачи. Проведенная праца и перспективы дальнейшего развития. Областная организация «Червоного крыжа» подвела выники працы за первое по угодде 2023 года. Ее деятельность была организована по стратегичных направлениях и ответственности с планом мероприемств. Структура «Червоного крыжа» Гомельской области засталася незменной управнанной с минулым годом – 25 районных организаций. У их склад угоходить амаль 1500 першасных организаций. За первое по угодде поставлено на улик еще 41. Де 18 их в установах адвокации, 9 на предприемствах, 6 – у Ахови Здоровья, остатние – у инших установах. Это свидетельствует о продуктивной и доброй праце. Действительно, видно заинтересованность руководства Гомельской областной организации «Красного крыжа» в том, чтобы в районах развивались организации, чтобы они имели самостоятельность, чтобы они активно работали, проводятся обучения, привлекаются волонтеры. И это все проходит на системной такой основе. Каждодневная работа, которая проводится как сотрудниками, так и с полнотюгами. На посажение президиума огучивались и проблемные питания. Было доручено проанализовать их и вырошить. Нагадаем, по выниках минулого года Гомельская организация стала лепшей Украине. Рекордсмены уступной кампании. Найвышейший огольный бал одразу у трех выпускников Мазырских установ адвокации. История об тем, калипраца и правильная мотивация дают выник далее в сюжете. В Мазырском областном лицее гонорация каждым своим выпускником. Але Милена Васько сегодня на особливом лику. Выпускница установы принимает шматлики в Веншаванне. Подчас уступной кампании она набрала максимально махчимый выник – 400 баллов. Куда подасть документы, абсолютная рекордсменка уступной кампании уже вядома. Еще в девятом классе Милена захопилась анатомией. А потом пришло смелое орошение стать першоклассным стоматологом. Я хочу выступать прямо на стоматологию, потому что меня очень привлекает именно это дело. Я считаю, что дарить людям красивую выгоду – это очень классно. Разом с Миленой у одной группы с великой долей вероятностей будет учиться еще одна мазыранка. Оксана Орещенко закончила девятую школу. Атестат с десятками. Диплом переможцы республиканской олимпиады по белорусской мове. И два сертификата с максимальным выником. И заповедная – 400 баллов. Таких абитуриенток у одной уступной кампании Белорусский державный медицинский университет с оправды ясчей не бачил. Мотивация, для чего я хочу это сделать, для чего мне нужно набрать высокие баллы. То есть у меня была цель – я хочу поступить в медицинский университет. Можно сказать, я ее достигла. Потом должен быть, конечно, хороший педагог, хорошие преподаватели, которые обеспечат должную подготовку, получение знаний, необходимых для успешной сдачи экзаменов. И, в принципе, самодисциплина, конечно, тут без этого никуда. Девятая школа Мазыра селита так само поставила особистый рекорд. Максимальные 400 баллов набрала еще одна выпускница – Вероника Смыковская. Будучая студентка Белорусского державного университета в ближайшие годы будет выучать юриспруденцию. Свой выник подчас приемной кампании лечить закономерным. Месяцы подрыхтовки и поддержка близких сделали свою справу. Я смотрела все результаты дома. Никого не было, я была одна, но сразу делилась с мамой, конечно, по телефону и в группе со своими друзьями. Но единственное, когда пришел английский язык, мы смотрели его все в школе, потому что у нас была репетиция к выпускному. И получается, что делилась своей радостью со всеми окружающими, с одноклассниками. Деликатная и такая мощная, юная, талиновитая, адоранная, мотивованные. Гэтая девчата – приклад для остатних. Имя гонорация – батьки, сябры, наставники и вся Гомельская область. Миклай Зайцев при поддержке телеканала «Мазир». Больше за тысячу консультаций что месяц, как вочно, так и онлайн. В Гомеле молодой урач-аталаринголог створила аккаунт в соцсетках и 24 на 7 сочет за здоровьем своих пациентов. А еще поспехово сумещая роли женки и мати. Наши корреспонденты сустрялись с героиней и доведались, как возникла идея поширить межи своей деятельности. Ганна Лявончик урачом-аталарингологом працует уже больше, чем 5 лет. Идея створения блога возникла в 2020. После начала пандемии коронавируса все больше людей стали шукать способы лечения этих теньших захворываний, минавито про интернет. А летом сустрекается и недокладная информация, которая может нашкодить. Ганна полечила, что створение тематичной сторонки в социальной сетце допоможет не только застираться своих пациентов от фейков, а и быть с ними на связи в любой час суток. Много поступало вопросов в уже медицинский существующий блог по поводу лечения острых респираторных вирусных инфекций, острых синуситов, отитов. Поэтому я решила начинать раскрывать темы, рассказывать об этом. Я могу рассказывать о безопасной медицине, о том, как можно корректно лечить заболевания с доказательной точки зрения медицины. Узростовая категория читачого блога Ганны довольно широкая. Рекомендации специалистов, цікавые не только молодым людям, а и старейшему поколению. Запыты на раскрытие той теньшей темы поступают с всей Беларуси и навод замяжи. Частей за все за консультациями звертаются молодые мамы, которые шукают альтернативное меркование. В моем блоге люди не только из Гомеля и Гомельской области, но также из всей Беларуси, России. Тем не менее, конечно, это люди более молодого возраста, 30 лет. Люди более старшего возраста ищут информацию немножко в других источниках. Одно из самых популярных питаний, с которыми звертаются подписчики Даганны – это режим харчевания при рефлюксной хворобе. На своей сторонце Жанчина подробязно описала, как можно справиться с этой проблемой. Очень много пациентов обращаются с жалобами на ком в горле. Например, вот этот пост, он посвящен тому, как необходимо придерживаться диеты и какой образ питания должен быть у пациента с жалобами на ком в горле при рефлюксной болезни. Приклад Ганны натхняет и к Олег. Почать уластный блог, пока никто не расшился. Олег – это справа часу. Многие пациенты, даже не зная ее как врача в этой поликлинике, узнают ее в социальных сетях и даже стремятся попасть к ней на прием. Какие-то материалы можно найти самостоятельно в интернете, но именно взгляд врача на эту проблему практикующего – это очень важно. Монетизовать свою деятельность у соседка Ганна не имкнется. Головная ее метода – помогать людям. На Гомельщине стартовал сезон сбора дикорослых грибов и ягод. Громадяне мают право избирать дары лесу не только для особистого споживания, а и для продажи их на рынках. О простых правилах, которые необходимо выполнять при сборе и реализации даденной продукции, наш наступный сюжет. А матеры сбору лесных даров активизовались. Лес таки вабить, зазернуть у грибы и по ягоды, а лишь нават тихое полевание может стать небеспечным и необходно быть вельми уважливым. Многие звертаются до этого промыслу деля додаткового заработку. Реализовывать продукцию можно на рынках, як у розницу, так и по оптовых ценах. Самые распрощенные ягоды по традиции з'являются чарницы, а с грибов першими на прилавке трапили лисички. Мы закупаем, вот сейчас начался массовый сбор грибов в чернике, закупаем от физических лиц. Сам процесс закупа происходит так, нам приводят на центральный гомельский рынок, у нас есть заготовок, торговые объекты в количестве 12. Есть заготовитель, который осматривает продукцию, есть кладовщики, осмотрели. Потом ягоды, либо грибы проверяют лабораторные специалисты ветслужбы. Перед реализацией дары лесу повинны пройти обовязковую экспертизу, а так само радиоцинный контроль. На рынке вся продукция проверена, от соответствия качества выдается талончик, где указано содержание радионуклидов. Если человек сомневается, то может прийти с пробой и проверить для себя. Он в лаборатории ветценэкспертизы центрального рынка. Лабораторные исследования дикорастущих ягод и грибов проводятся в лабораториях территориальных центров гигиены и эпидемиологии бесплатно для населения. Объем пробы для проведения исследований должен составлять 0,5 литров, а для грибов сухих не менее 100 граммов. Результат исследования выдается в день обращения устно. По выниках радиоцинного контроля, каждая третья селета проба дикорослых ягод с превышением допущенного узровня. У выпадку с грибами – каждая пятая. Продавать их, до речи, можно только свежесобранные и непошкодженные. Грибы – деревня Игольск. В этом году их намного меньше, чем все годы. Какой бы такой, наверное, неурожайный год. Поэтому они в этом году так, по грибчику, скажем, сложно собираются. Когда приезжаем на рынок, нужно пройти вначале лабораторный анализ на грибочки. Ну, а потом, пожалуйста, на место, на любое становитесь и торгуйте. Саковитые и корыстные ягоды продаются как вычищенными от листья, так и зимы. Выбор за покупником. Вы знаете, вот в других там немножко побольше листочков. А здесь, смотрите, она чистенькая. Вот я замораживаю чернику и голубику. Голубику еще рано, дорого. Коли вы серьезно ставитеся до своего здоровья, не купляйте грибы и ягоды у неустановленных местах, где никто не даст вам гарантую якости продукции. Светлана Главко, Валера Игапанько, Телерадио, компания «Гомель». Подорожа с комфортом. У Гомельской области запущена обновленная мобильная программа «Гомель Тревел». И она з'является онлайн-гидом по региону. Программа «Допоможа туристам» оперативно доведаться об размещении той теньшей славутости, а так само побудовать маршрут. Подручный гид, працуя на трех мовах – русской, английской, а за си мня дауна была додадена еще и белорусская. А кроме того, теперь корыстаться помощником можно и без подключения до интернету. Мы определились в том, чего не хватает в нашей области, что так сконсолидирует, возможно, что упростит туристу его путешествия. Это такой мобильный гид. Мы общались с различными компаниями, которые имеют уже непосредственно мобильное приложение, то есть определить ошибки на стадии закупки, на стадии разработки этого мобильного приложения и прочее, прочее, что могло бы нам, как говорится, комфортно и для себя, и для туриста создать. Так само тут явилась мягчимость выбрать экскурсовода або стать им. Для этого нужно пройти процедуру регистрации. Это и другие новости вы можете узнать у нашем телеграм-канале, а так само на сайте у интернет. По адресу tv.argomель.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин